Переходить на систему раздельного сбора мусора или нет? Этот вопрос должны решить сами жители многоквартирных домов. Обязывать горожан сортировать отходы никто не будет. Однако, если дом все же перейдет на новую систему, сумма за вывоз мусора изменится. Казалось бы, при правильной организации жители получат сниженный тариф. Полигон будет принимать отсортированные отходы, чтобы в дальнейшем отправлять на переработку. Складировать их больше не придется, от этого и расходы уменьшатся. Однако, не все так просто. Федеральное законодательство четко предусматривает, что как только жильцы многоквартирного дома проголосовали о переходе на раздельный сбор отходов, учет отходов. Для данного конкретного отдельного дома он уже идет не по нормативам накопления, установленных территорий Нижегородской области, он идет по факту. Причем именно так придется платить как за отсортированный мусор, так и не отсортированный. Зачастую, как уверяют представители реагоператора, объем вывозимых отходов превышает установленные нормативы. К тому же желтый контейнер для раздельного мусора нужно приобрести и установить. Это ложится на плечи жильцов. В идеале придется создать отдельную контейнерную площадку для каждого дома, чтобы вести учет объема вывезенных отходов и огородить ее, чтобы свой мусор туда не выкидывали посторонние. Давайте не будем забывать про огромный габаритный мусор, про все эти шкафы, холодильники, телевизоры, диваны и так далее. В данном случае, в данном случае, предусмотрен тоже вывоз этот мусор по факту. И придется этот мусор копить жильца на этой площадке и вызывать каждый раз бункеровоз, потому что этот мусор должен быть защитным. Если на вывоз этого мусора пригонят бункеровоз вместимостью 8 кубических метров, то и счет выставят именно за этот объем, даже если по факту мусора меньше. Сложности возникнуты у жителей частного сектора. За них решение о переходе на раздельный сбор принимает муниципалитет. Сейчас объемы мусора, которые региональный оператор собирает в частном секторе, идут с превышением норматива. Иногда почти вдвое. Внедрение раздельного сбора мусора обсуждают в нашем регионе уже давно. Однако пока к этому не готовы ни управляющие компании, ни региональный оператор, ни сами жители.